Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поговорить про биткоин, эфириум и, конечно же, Тералуну. Очень интересные вещи происходят и среди китов, которые, очевидно, начинают покупать эфириум вместо биткоина. Также Тералуна отчаянно предпринимает попытки спасти неспасаемое. И если это звучит для тебя интересно, буду рад поддержке, подпиской, лайком и комментарием. Твоя активность очень мотивирует меня на создание новых видео, а каналу помогает расти. Большое спасибо за поддержку. Итак, биткоин сейчас восстанавливается и стоит уже выше 30 тысяч долларов, хотя перед этим падал до 25 тысяч. Он восстанавливается, несмотря на то, что американские рынки, Dow, S&P 500 и другие падают. Кажется, некоторые инвесторы покупают крипту, продавая при этом фондовый рынок. Хочу показать тебе вот эту интересную таблицу, которая показывает, насколько на самом деле биткоин крепко держится, несмотря ни на что. Оказывается, что 2022 год это второе худшее начало года для фондовых рынков за всю их историю. Хуже было только в 1932. Просто вдумайся в это, это было 90 лет назад. И при этом биткоин держится выше 30 тысяч долларов предыдущего своего дна. Я считаю, что это показатель, насколько главная криптовалюта сильна. Не было такого же плохого квартала для рынков, как 2022 за последние 90 лет. И при этом биткоин все еще держится практически выше предыдущего дна. Поэтому Майкл Сейлор, генеральный директор микростратегии, до сих пор остается позитивно настроенным по отношению к биткоину. Он написал, биткоин это лучшее средство от инфляции. С тех пор, как микростратегия впервые объявила о своих покупках биткоина, он вырос на 149%. При этом серебро потеряло минус 17%, золото минус 9%, NASDAQ вырос на 5%, а S&P 500 на 18%. Как мы видим, почти за два года биткоин превзошел все остальные активы. Да, на годовой дистанции он может обвалиться. Его волатильность поражает. Но на длинной многолетней дистанции он превосходит все существующие активы. Что касается его фундаменталов. Хешрейт биткоина находится на взлете и продолжает расти, даже несмотря на падение цены. Значит, майнеры активно работают. На этом графике мы видим балансы биткоинов на кошельках майнеров. И мы видим большое отличие двух крахов биткоина в мае 2021 вот здесь и в мае 2022 сейчас. Как мы видим, в мае 2021 балансы майнеров резко обвалились вместе с ценой биткоина. То есть майнеры тоже тогда продавали активно и много. Но не сегодня. Да, есть небольшое количество, которые продали, но в основном они держат свои монеты. И особо никак не реагировали на падение биткоина до 25 тысяч долларов. Также количество адресов, на которых лежит хотя бы один биткоин, все равно растет. И сейчас находится на историческом пике. Это желтый график здесь. Вот почему биткоин в моих глазах все равно остается хорошим активом для инвестиций на длинные дистанции от 5 лет и больше. Но сейчас я хочу показать тебе кое-что интересное. Начнем с этой диаграммы, где серый график это цена биткоина, а оранжевый это количество огромных жирных кошельков, на которых лежит минимум 1000 биткоинов. По факту это те самые богатые киты с большим количеством монет. И как мы видим, количество таких китов в биткоине резко уменьшается с самого начала этого месяца. Посмотри, какой резкий обвал. Тем интереснее следующая диаграмма. Если мы возьмем количество китов эфириума, то увидим, что оно наоборот растет. Вот этот синий график. Посмотри, какой резкий взлет. Количество китов, покупающих больше 1000 монет эфиров, резко выросло. В отличие от количества китов, которые покупают больше 1000 биткоинов, которые резко упало. Интересное наблюдение. Киты выбирают эфириум вместо биткоина прямо сейчас. А теперь я хочу поговорить про Тералуну. Здесь тоже очень много событий произошло. Падение практически до нуля. Но за последние несколько часов ее курс вырос в два раза. Я не шучу, посмотри. С нуля и кучи нулей трех до нуля и кучи нулей шести. В два раза выросло. Есть ли надежда? И что вообще происходит? Да, они пытаются сделать кое-что для своего спасения. Например, они предложили новое обновление для Терры, которое сожжет токены Луна в размере около 8% от всего существующего предложения токенов. Это будет сделано для того, чтобы попытаться вернуть токену UST паритет с долларом США. Они очень хотят этого добиться. Затем я нашел еще несколько интересных вещей. Блокчейн Терра был официально приостановлен. И многие резонно предполагают, что это потому, что проект мертв. Но разработчики объясняют это иначе. Валидаторы решили, что это лучшее, что можно сейчас сделать, потому что Луна стала слишком дешевой. А значит люди могут попытаться купить огромное количество токенов, чтобы фактически контролировать всю сеть. Потому что сейчас ты можешь купить десятки миллионов токенов Луна практически за бесценок и развалить этот блокчейн окончательно. С этими изменениями Луна выросла в два раза. С нуля и кучи нулей трех до нуля и кучи нулей шести. Но блин, как же это плохо. Ведь неделю назад мы торговались на отметках около 50 долларов. А на пике было 120 долларов. Кроме этого Терра Луна активно убирается с различных криптовалютных бирж, криптовалютных кошельков. Например, все южнокорейские биржи убрали Луну и ЮСТ. Индийские биржи также убирают Луну. И даже Бинанс убрал Луну. В моей ситуации, когда я накапливал Луну в диапазоне от 50 до 80 долларов, у меня просто нет другого выбора, кроме как держать Луну до конца. И может быть даже снова усреднить свою позицию. Прикупив по текущему, тем самым уменьшив общую стоимость покупки. Хотя бы центов до 40-50. Команда все еще работает, ищет способы решения, поэтому для меня это будет экспериментом. И многие спросятся, зачем покупать мертвую монету, которую делистят со всех площадок. Мне понравился вот этот твит. Пользователь написал. Моя доходность сегодня 20 тысяч долларов. Люди смеются, когда я покупаю кучу токенов Луны, которые скоро будут убираться с бирж. Но монеты, которые убирают с бирж, это спрятанные гемы. Еще один пользователь твиттера написал. Инвестировал 20 долларов в Луну по цене 0 куча нулей 2. Получил сверхдоходность. Действительно 11 тысяч процентов. Но пока не могу продать на Бинансе, поэтому просто терпеливо жду. Я либо потеряю 20 долларов, либо сказочно разбогатею, когда они воскресят свой проект. Поэтому я бы посоветовал тебе вложить всего 20 долларов в Луну прямо сейчас. Ты их потеряешь. Или сделаешь десятки тысяч процентов, если не больше. Что такое 20 долларов? Пять раз кофе попить. И напоследок, если ты потерял все на Луне и UST, ты в депрессии. Ты, мягко говоря, расстроен. Но как пишет ММ Крипто, жизнь продолжается. Помни, что тебя любят. И ты не один. Будь сильным. Жизнь прекрасна. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»